Есть. Превыше денег. Живем не 200 лет. Мы баклажаны. И это очень важно. Я продала квартиру. И тебя понесло. Ты будешь счастлив. Он тебя не может остановить. Это хорошо. Зачем? Это не твое. Бегите в магазин, сооружайте этот вигвам. Вы выстроите замечательную концепцию. Бах! Почему? Служи детям. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы рассказываем про книгу под названием «Чтобы шли к вам». Автор Ирина Орлова. Предназначена книга для преподавателей английского языка и для руководителей языковых школ. Ирина, понятно, что для того, чтобы открыть школу, нужны соответствующие знания английского языка. Наверняка какие-то материальные вложения, какие-то учебные пособия. Но есть ли что-то еще, кроме вот этих очевидных вещей, то, что мы называем неочевидными вещами, которые помогут при открытии школы? На самом деле некоторые создатели языковых школ, они ориентируются только на получение прибыли. Прибыль является целью этих руководителей. Но прибыль и цель школы — это разные категории. Прибыль — это результат правильно организованного дела. А цель школы — это другое. Цель школы — это служение детям. Языковая школа бывает успешна только тогда, когда ценности руководителя являются превыше денег. Возникает тогда вопрос, как работать для того, чтобы шли к вам, для того, чтобы предпочитали именно вас. И как работать для того, чтобы иметь ресурсы, о которых ты мечтаешь. Служить детям. Служить детям — значит беречь каждого ребенка, оказать поддержку и передать знания. Например, сегодня воскресенье. Сегодня воскресенье, и этот руководитель, вот он поехал на дачу собирать яблоки. Он собирает яблоки для того, чтобы сварить варенье из них. Но не только. Отныне и всегда он собирает яблоки для своих учеников. Он сидит по дереву, по правую руку у него, значит, емкости, корзины, куда он кладет эти яблоки. Причем, Роман, он кладет очень отборные яблоки. Он кладет в эту корзину очень красивые яблоки. Бесчервоточные. Почему он это делает? Потому что он уже проиграл воображение этой ситуации, когда на уроке он неожиданно достанет эту корзину. Он позволит детям набирать из этой корзины очень красивые фрукты. Он на этом символе урока построит деятельность. Он будет обучать детей с помощью яблок счету. И вот он сидит под этой яблоней, и он уже думает о том, как их порадовать, как их удивить. То есть какую пищу им принести для того, чтобы познакомить их с красотами окружающего мира, влюбить их в жизнь, для того, чтобы они любили, ценили эту жизнь. И это очень важно. Когда ты только однажды понимаешь это, это очень важно понять самому руководителю. Конечно, нужно подпитывать, очень умело подпитывать этот поток, чтобы он работал, чтобы он действовал. Но первоначально работа школы должна быть основана на духовности. И вот если однажды этот человек, который задумал создать свою очень красивую ресурсную школу, понимает, что мы приходим в этот мир для того, чтобы создать, создавать и на самом деле отдавать, тогда шансы на успех этого руководителя значительно повышаются. Нам всем очень хочется иметь старших товарищей, которые бы подсказали, которые бы подстраховали для того, чтобы нам меньше ошибок сделать. Чтобы мы, выслушав, поняв, прочувствовав и действуя в дальнейшем, уже обходили эти подводные камни, на которые могут и обычно так и бывают те создатели, которые не имеют старших товарищей. Я хочу быть старшим товарищем. Это какая-то такая уникальная субстанция, когда тебя разрывает, она сочится из тебя. Ее так много, что тебе хочется делиться, конечно, с детьми. Это удивительное состояние, удивительное состояние счастья. И это очень здорово, если руководитель однажды понимает, для чего мы живем на этом свете, потому что мы приходим сюда для того, чтобы созидать, создавать и отдавать. Образуется такой некий энергетический поток, и тебя понесло. И у тебя возникает потребность делиться всем тем, что у тебя есть. Знаниями, конечно, знаниями поделиться, накопленными. Твои наблюдения за миром, твои какие-то умозаключения. Потом придет такое поколение детей, которые сделают на основе того, того, что ты когда-то отдал людям, потрясающие открытия. И на самом деле так и происходит. Потому что мы приходим сюда для того, чтобы созидать, создавать и отдавать. Этот поток, о котором я сегодня рассказываю, он тебя не может остановить. Это хорошо. Он тебя не может остановить. И даже ночью тебе нужно дождаться того, когда уснут все твои домочадцы. Для того, чтобы спуститься вниз и продолжать работать. Тебя просто прет. Ты не можешь остановиться. И даже если, например, твой собственный супруг ловит тебя за руку и говорит, стоять, спать, ты все равно отстранишься от него. И ты идешь, включаешь настольную лампу, и ты продолжаешь создавать. Возвращаясь, тем не менее, к книге, я так понимаю, что это некое пособие для тех, кто хотел бы стартануть, сделать свое дело, свою школу языковую в частности. Вот с чего все-таки нужно начать? Какой должен быть старт, по-вашему? Сегодня многие методисты в роли блогеров, они масштабируют методику в средствах массовой информации. У людей, у преподавателей, у руководителей языковых школ есть возможность совершенно бесплатно скачивать и пользоваться готовым материалом. На самом деле чудесный материал, безусловно. Складывается такая ситуация в дальнейшем, активизируется все больше и больше. И спустя время эти люди обнаруживают то, что рабочий стол уже ломится от этого материала. Ты сам не понимаешь, для чего ты все это копишь. Как пользоваться этим материалом? Как его систематизировать? С чего начинать? Как формирование какого-то навыка или умения? Как его развивать? Как его совершенствовать? И так далее. Ты не занимался своим собственным брендом, а ты встраивал чужой бренд. Я должна сказать о том, что нужно начинать с самого себя. Нужно однажды понять, что является твоим любимым, что является твоим родным. И в зависимости от того, что ты найдешь сам в себе, нужно встраивать это в концепцию своей работы. Каким ты был, о чем ты мечтал, когда был маленький? Каким вы были, Роман, мальчиком? Какой я была девочкой? И, допустим, Роман «Вы», я просто предполагаю такую ситуацию, вы всегда мечтали иметь вигвам. Ну, возможно. Может быть, вы много читали о культуре американских индейцев и представляли этот вигвам. Вам хотелось иметь этот вигвам. Роман, бегите в магазин, покупайте ткань, сооружайте этот вигвам. Вы выстроите замечательную концепцию. В детской мечте очень много энергии. А затем при работе с детьми, родителями, с преподавателями нам же требуется очень много энергии. Вопрос, где ее брать, эту энергию? Она в детской мечте. Достаньте ее, встройте ее в свою концепцию. А как вы шли к созданию этой книги? Вы решили однажды ее написать? Что это за история? Мне захотелось написать эту книгу для того, чтобы поделиться своим опытом. У меня была такая мотивация. И я это сделала, наверное, еще для своих сыновей. Много лет тому назад мне не хватало, наверное, не наверное, так и есть, учительской заработной платы. И я решилась на открытие образовательного центра. То есть вы работали в какой-то школе, а потом решили открыть свой центр? Да. Я пошла на риск. Я продала квартиру, где мы жили с детьми и с маленькими. На вырученные деньги приобрела помещение. Причем это было не помещение, Роман. Это была квартира на первом этаже в соседнем доме. Мы оборудовали эту квартиру. И из квартиры у нас получился небольшой образовательный центр. Здорово. Это был спальный район под названием Черноречие. Ага. То есть вы рискнули и поставили все? А сами мы ушли в съемную квартиру. Ого. Да. Я ушла с семьей в съемную квартиру и начала работать в своем собственном помещении. Я прекрасно понимала, что если я буду снимать помещение, снимать помещение, готовое помещение, это стоит очень больших денег. Ну да, аренда съездка. А в такой ситуации, то есть мы снимали квартиру и в результате я экономила деньги. И сработала ли вот эта схема? Да. Рискнуть, поставить все? Да. Это круто. Да. Наверняка есть некие франшизы, есть некие шаблоны, есть некие образцы, существующие в мире, да, западные школы, какие-то российские вариации. Но тем не менее, следует ли и стоит ли следовать разным вот таким вот шаблонам, скажем так, западным, для того, чтобы открыть и сделать свою школу, на ваш взгляд? Я могу лишь рассказать о своих наблюдениях за судьбами создателей языковых школ, которые работают по франшизам. Для меня и для тех создателей, которые встраивают концепцию созданную другим мозгом. Но ведь у создателя франшизы свое любимое и родное. У создателя франшизы, которую ты приобрел, вообще другой тип мышления. Он по-другому мыслит, он по-другому видит и смотрит. Например, ты приобрел франшизу, согласно которой организуется концепция внутри школы, и автор франшизы предлагает тебе создать какие-то конструкции оснащения. К примеру, таблицы, настольные игры, постеры. Да тебе это не интересно. Это не твое. Да ты вообще можешь заболеть физически. Тебе физически очень тяжело это реализовать. Вопрос, почему? Да потому что ты, да вот ты, ну я условно говорю, ты представитель художественного творчества. Ты вообще другой. И поскольку у тебя творческое мышление, ты можешь сделать удивительную концепцию с основой на свой творческий потенциал, с основой на твое творческое мышление, с основой на свои способности, с основой на генетическую память, которую ты получил от родителей, с основой на окружение, где ты формировался. Я заметил, что в книге, ну так я бы условно ее разделил на две части, да, такая теория, практика, что вы туда вклеили много-много таких, ну я бы назвал, может быть, это разработок для педагогов, то есть это вами придумано, это из интернета взято, что это за вот эти открытки, это то, что можно вырезать, то, что можно использовать на уроке, вот это ведь интересно. Мы в течение многих лет сотрудничали и продолжаем сотрудничать с художниками и с дизайнерами. У нас есть специалисты, которые делают для детей наглядную форму, для нас это очень важно, чтобы дети получали наглядную форму каждый раз. И художники Костромы создают нам разные макеты в электронном виде и мы работаем по этим макетам. То есть книга готовая пособие для педагогов получается, да? То есть пожалуйста бери действуй. Абсолютно так. Бери действуй, это очень круто. И поскольку ты представитель художественного творчества, у тебя вообще неконструктивное мышление, неконструктивное мышление у создателя франшизы, которую ты приобрел. Зачем? Это не твое. Ты можешь сделать школу с очень красивыми картинами, роман. У тебя потребность эстетическая. Ты можешь сам нарисовать эти картины. Ты создатель языковой школы, нарисуй картины сам. Ты можешь создать такую школу, где живут деревянные игрушки, где живут разные сувениры. Ты можешь придумывать разные истории об этих жителях и к тебе пойдут, и у тебя будет интересно, потому что то, что нравится нам, нравится другим. Каждый из нас воспринимает мир как свой творческий акт. Мы наделены особым творческим мышлением, но у нас часто складывается то, что мы можем наблюдать со стороны, как успешно складывается профессиональная деятельность блогера и не считаем себя творческими совершенно. Это не так. То есть научно доказано, что нетворческих людей не существует. Каждый из нас творец. Очень часто творческий потенциал дремлет. Дремлет по ряду причин. Но каждый из нас, и вы, и я, мы все творцы. И мы учителя, мы имеем особое такое королевство внутри, но не позволяем ему ожить. очень важно знать и понимать самого себя. То есть, кто ты вообще? Ты-то кто такой? А мы очень часто, знаете, мы баклажаны. Мы напичканные баклажаны. Мы напитали, значит, себя, это самое, встроили. Боже мой, нужно, Роман, вставить пальцы в рот. Два пальца нужно вставить в рот и освободить себя от продуктов чужого мозга. Как вызвать такой интерес, потому что бы не следовать шаблону, а идти по индивидуальному пути, какому-то частному, личному, основанному на своих каких-то переживаниях, своих опытах. чтобы наши ожидания оправдались, для того, чтобы мы получили те ресурсы, о которых мы мечтаем, мы руководители языковых школ. Это уважение, это признание, это денежные потоки. Нужно начать с самого себя. Нужно впуститься в свое собственное путешествие. Вот под названием я раскрываю код объектов существующей действительности. В противном случае мы начинаем сливаться и растворяться в личностях других блогеров, методистов, создателей франшиз. И у нас не получается. У нас не получается, потому что мы не занимались развитием своего собственного мозга. Мы его питаем, питаем, кормим, 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 кормим. А потом он нам говорит, а зачем я вообще должен работать? Зачем я должен работать, когда ты меня постоянно кормишь? И наш мозг, роман, к сожалению, становится ленивым, дряблым, слабым. И мы в этой ситуации неинтересны. Наша задача при работе с детьми находить символы, находить символы в пространстве для того, чтобы вот эти символы встраивать в создание новых типологий уроков, нового оборудования, новых настольных игр или игрушек, в зависимости от того, что ты любишь. Я люблю лазать по чердакам. Ого! Интересно, что вы там находите. На чердаках своих друзей, знакомых можно найти много очень разных вещей, которым можно дать вторую жизнь. Ну, например, что вы находили такого, что вам пригодилось? Например, недавно я обнаружила самовар старинный. Очень красивый, такой эстетично оформленный. Таких самоваров точно нет. И этим он уже примечательен. Мы просверлили в нем дубки, вставили патрон, туда патрон внутрь, и получили такую некую лампу самовара. Такое, знаете, вот необычное средство обучения новое. При зажженном самоваре, при этой лампе, мы беседуем с детьми в такой таинственной обстановке. Нам нужно понимать, что яркие имиджевые характеристики, о которых мы говорим, о которых мы мечтаем, они строятся с основой на наше любимое, на наше родное. Что выстрелит, куда пойдут ученики и их родители, в какую-то индивидуальную интересную школу, не похожую на другие, либо же созданную по некому шаблону, образцу, которая размножена по всей стране? Они поведут детей туда, где ценности школы являются превыше денег. Они поведут в ту школу своего ребенка, где существует особая внутренняя культура, которую создает руководитель. Но для этого он должен сам иметь соответствующие личностные яркие качества. Он поведет ребенка в ту школу, где существует такое особое мировоззрение, которое, наверное, присуще педагогам дореволюционной гимназии Роман. В ту пору существовал такой слой русской интеллигенции, который своим примером и поддержкой демонстрировали детям знания. Дети и родители хотят находиться под крылом такого руководителя, на которого хочется равняться. И плюс ко всему, я не ошибусь, если скажу, что не только руководитель важен, но еще и тот штат педагогов, преподавателей, которых вы набираете. Вот как им действительно встроиться в ту систему, которую вы придумали, как раскрыть их потенциал, чтобы это была одна единая команда, которая работает на конечный результат. Нужно узнать, кто выбрал профессию. Вот ты сам выбрал эту профессию учителя, или у тебя сложились обстоятельства так, или кто-то принял за тебя это решение. Потому что если преподаватель сам замотивирован, он знает, для чего он к тебе пришел, и что он получит в ответ. А если преподаватель не замотивирован, это беда. Потому что ты будешь очень много вкладывать своих временных ресурсов, очень много давать внимания этому преподавателю, но твои ожидания не оправдаются, и он будет отстранен от работы рано или поздно. Многие руководители набирают команду педагогов, и затем вместе выстраивают какой-то бренд. То есть этого делать не стоит. Сегодня очень много можно прочитать каких-то статей в сообществах. Руководители жалуются на то, что от них ушел педагог, и они очень обижены. Почему это происходит? Потому что педагог принес свою нишу, дал ресурс этой школе, развернулся ушел, и школа осталась без ресурса. Руководитель первоначально должен выстраивать концепцию сам, только с основой на свой творческий потенциал, только с основой на свои яркие качества, сооружать вот эту концепцию, а затем уже под концепцию набирать преподавателей. И при собеседовании ты должен четко понимать, какой он, какие у него способности. Он умеет рисовать, он умеет петь, он умеет танцевать, что он умеет, соответствует ли он моей концепции, впишется ли он в мою концепцию. Поэтому вот при нами педагогов нужно в обязательном порядке прощупывать способности. Это нормально прощупывать каждого преподавателя, потому что ты несешь слишком много ответственности. нужно уметь отделять зерна от плевел, нужно прощупывать его, прощупать на наличие в нем равнодушия. Если он равнодушный, нельзя его брать, он не сможет давать заботу и поддержку ребенку. Нельзя работать с учителями, которые находятся в состоянии выжатого лимона. Они не смогут давать детям энергию. Проблема с кадрами на мой взгляд одна из самых-самых сложных и сформировать команду, которая подходила бы еще и встраивалась в эту систему, это крайне сложно. Очень важно знать свои яркие качества и уметь встраивать яркие качества в свою работу. Книга получилась полезная в том числе и может быть для широкой аудитории, не только для преподавателей, не только для тех, кто хотел бы открыть свою языковую школу. Какая главная ее идея, для чего человек должен захотеть ее прочитать. Что там такое заложено, что реально работает, помогает? Книги представлены определенные закономерности, зная которые, ты будешь действовать быстрее, ты получишь результат практически сразу и ты будешь счастлив. Здесь даже на обложке изображены часы. Работа школы это на самом деле механизм. И наша задача встроить в этот механизм разные части, разные детали. Причем детали такие встраивать, которые каждая из которых имеет определенную значимость, которая имеет определенную ценность. Запустить этот механизм, запустить этот механизм и поддерживать его движение. Вот что такое работа языковой школы. Наверное, немаловажный вопрос, раз уж мы говорим и обращаемся к аудитории профессиональных преподавателей английского языка. Какими методиками вы обучаете своих учеников? Методика современного урока иностранного языка, я думаю, что это способы создания неких миров. Ты повсюду ищешь символ. Они везде, вот они на этом дереве сейчас сидят, они в траве, они в подвале, они на чердаке. И очень важно найти, срезать какой, сделать такой чувственный срез и принести его детям. Сейчас нужно быть творцом, потому что настала эпоха человека-творца. Мы должны на все 100% использовать свое творчество. И мы должны быть творцами для того, чтобы учить детей быть творцами. Мы должны быть примером для того, чтобы учить детей быть творцами. Мы должны быть примером и какие мы такие наши дети. И если мы ресурсные, творческие или стремимся к этому. Таким образом мы формируем мировоззрение своих собственных детей. В первую очередь. Мой старший сын Даня, ему 19 лет, он очень гордится мной. А для меня это тоже важно. Уроки иностранного языка, они должны быть, знаете, Роман, они должны быть маленькими жизнями, которые каждый день проживают дети, каждый раз проживают дети. То есть вот они пришли к тебе на урок, и твоя задача налить их, твоя задача напитать их красотами мира. Вот для этого мы, учителя, должны учиться во внешнем мире. Ходить, искать, срезать, наблюдать и приносить это детям. Поэтому в этом плане, в этом плане, структура современного английского, структура урока современного английского языка, она должна иметь связь с искусством, с философией, с ремеслами, со всем лучшим, что имеет сегодня человечество. И если мы даем такую методику заказчикам обучения, мы успешны. Ну это звучит очень круто, на самом деле. Гордитесь своими учениками? Доржусь. Кто они? Они все очень разные. Они все очень разные. И, то есть, самым маленьким, 7 лет, самым взрослым, те, которые обучаются под моим крылом, 15. В этом году мы сдали международные экзамены, получили сертификаты. Отлично. Ты видишь, как они взрослеют, как они меняются, какими ресурсными они становятся. Круто. Нет, это очень здорово. Это счастье. С основой на яркие качества создается, рождаются замечательные, изумительные формы обучения, методы обучения, средства обучения. Вот, например, у меня есть умение, то, что мне помогает в моей работе. Я умею соединить, я умею слить какие-то, знаете, символы из разных сфер деятельности. Это работает замечательно. Вот о чем я говорю. Структура урока должна иметь связь с разными сферами деятельности. Про себя я говорю. Я умею рисовать. Я умею рисовать. Я очень люблю английский язык. Моя любовь к предмету — английский язык. И очень мне нравится искусство песочной анимации. Для меня это вообще нечто потрясающее. Я ею загорелась несколько лет тому назад. Бах! Это же новый метод. Это же новый метод, так называемый Learning English by Saint-Art, то есть изучение английского посредством песочной анимации. И я сливаю сферы, символы, направления из разных сфер деятельности и получаю новый продукт. Интересно. На практике как это выглядит? То есть это не классический урок, где там дети встали в серии, мы получили грамматику, сегодня Present Perfect, сравнение с Past Simple. И Present Perfect тоже. Вот как можно... Там есть стиль кроки, так называемый. Стиль кроки — это графическое, когда мы вводим графическое изображение разных слов, мы рисуем разные символы, мы рисуем разные фигурки. И вот эти фигурки, образы, которые мы имеем в нашей методике, они являются символами разных слов, разных конструкций, разных предложений, монологов и диалогов. Вот. И дети это очень любят, и дети бегут, и детям очень это нравится. Почему? Потому что у людей, Роман, есть потребность в красоте. Искусство песочной анимации, оно очень красиво. Это тоже еще один маркетинговый ход. Поэтому при организации языковой школы внутреннее убранство должно иметь в себе такой механизм, который способствует постоянному притоку желающих обучаться у нас. Вот, возвращаясь к книге, как она помогает себя найти? И помогает ли? И действительно ли вы взываете к читателю, чтобы человек, как вы говорите, просканировал себя вплоть до детского возраста, действительно нашел в себе те творческие какие-то силы? Да. Да. Об этом книга? Об этом тоже. Да. Я призываю начинать с самого себя в этой книге. Призываю начинать понимать себя. Ни в коем случае не сливаться и не растворяться в личностях других создателей. Достать из своей памяти. Существует, безусловно, нечто любимое, родное, и встроить это в самого себя. Помните о том, что люди и вообще объекты, которых мы встречаем на своем пути, они никуда не уходят. Они остаются в тебе, Роман. Даже сам не знаешь. Но в каждом из нас так много всего. Если мы в дальнейшем проделываем какую-то умственную работу с основой на конечный результат, но первоначально мы увидели символ, мы его встроили, идея пришла, мы выстраиваем концепцию с основой на конечный результат, мы получаем такие продукты для сферы образовательных услуг, которые хотят уже иметь все. Здорово. На самом деле звучит, конечно, это очень ободряюще и оптимистично. И стоит наверняка прочитать эту книгу для того, чтобы даже для этого, даже если найти свои какие-то внутренние ресурсы творческие, стоит ознакомиться с вашей книгой. Спасибо огромное вам. Мне кажется, что полезна была и наша встреча, и полезно было бы приобрести вот этот удивительный фавиант и заиметь в своей библиотеке. Спасибо, что вышли к вам, Ирина Орлова. Спасибо огромное.